всем привет сегодня я продолжаю рассматривать крипс вот и сегодня будет просто небольшой обзор что у меня получилось построить некоторые нюансы вот ну и все кратенький обзор вот то есть скрипт этот я выложу на гитхабе вот что в нем есть я сделал три мы помним не были уже состояния и я сделал нас тут сейчас работают harvester строитель и апгрейдер добавил еще вчера вечером думаю добавлю восстановителя который будет восстанавливать строение но пока функционал для него не кидал думаю нужны ли они или не нужны так вот смотрите сейчас у меня этот скрипт вот он он сейчас рабочий и крепыши у нас работают вот у нас остается частичное управление если я имею ввиду для построек то есть у меня нет алгоритма который автоматически будут решать какие постройки нужны или строить определять точки где их строить и собственно говоря строить вот частичное управление это когда мы сами устанавливаем строение крепыши строители как только обнаруживают что есть строение которое нужно строить идут и строят ну давайте вот extension поставлю еще вот вот здесь поставим и вот здесь две штуки 2 extensions так вот сейчас должны были активизироваться строители а вот и вот они погнали его строить вот они не сам то есть они не разрушаются сами от времени вот дорога разрушается смотрите максимальное количество хит ну жизни 5000 и здесь счетчик он по моему стартует с 1000 когда он достигает нуля на сотню уменьшается принципе дороги ну я бы не сказал что они добавили какой-то большой скорость и возможно я не до конца разобрался как правильно создавать крепышей то есть с какими частями тела то есть она вы еще видите у меня уже помощнее крепыши уже не 150 емкости не 150 энергии количество тел частей тел уже 8 8 или 9 так вот так вот дороги у меня пережили всю ночь я на ночь оставил чтобы улучшали контроллер думал улучшится до 4 уровня но не улучшился пока у меня только третий уровень вот вчера я еще строил такую штуку как контейнер то есть на третьем уровне контроллера у нас доступны 5 штук они ночью не пережили то есть они саморазрушаются как и дороги разрушаются но скорость разрушения быстрее соответственно нужно их восстанавливать вот почему я вчера не добавил этого крепыша который тип крепышей который будет восстанавливать но я решил посмотреть переживут ли ночь контейнеры и улучшится ли мой контроллер до 4 уровня если бы он улучшился до 4 уровня то я бы сразу поставил большое хранилище видите способно хранить до 1 миллиона ресурсов вот и соответственно контейнерах наверное отпала бы надобность вот так как основное хранилище как мы видим не разрушается само от времени вот но сегодня утром я так подумал посмотрел и подумал что наверно все таки надобность в контейнерах нужна почему я так решил потому что я построил стены и увидел следующее количество и строится стена видите количество жизни единичка максимальное количество 300 миллионов вот здесь даже наверное скорее всего нужен не тот который восстанавливает repair делает а тот который heal ну восстанавливает жизни вот примеру если мы возьмем справку по крепышу у него есть тело heal вот и он восстанавливает 12 hits за пик 12 жизни ну и дальность у него а это если он вблизи стоит или если издалека то 4 жизни то 4 жизни да 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 вот heal если мы откроем справку здесь есть как всегда примерчик небольшой вот нужен heal body part часть делает вот соответственно тут уже нужен наверное не тот который восстанавливает строение не тот который а хотя hits здесь тоже ну в общем любом случае это надо пробовать и смотреть вот поэтому я эти стены так поставил ну а потом посмотрю что надо делать возможно здесь поставить контейнеры и выделить отдельных крепышей которые будут восстанавливать и восстанавливать именно стен из контейнера тягать эти ресурсы то есть я думаю принципе жизни контейнера хватит чтобы вокруг а может и не хватит контейнер же у нас хранит хранит 2000 ресурсов вот это надо принципе прочитать посмотреть время жизни ну да ладно это так размышление что у нас что еще строил я еще строил я еще строил такую штуку как rampart защищает крепышей и структуры которые находятся на той же клетке или блокирует движение врагов но время жизни этой rampart очень очень маленькая там буквально несколько секунд я так понимаю то есть можно поставить rampart например наш контроллер то есть она вокруг будет такой круг и сразу же рядом должны быть крепыши которые будут восстанавливать этот rampart потому что он со временем разрушается вот я так понимаю если либо же либо же наверное можно когда вражеские крепыши придут на них по устанавливать вот эти ограничения и сразу же там прибежать мощными крепышами и восстанавливать этот rampart и тогда получается вражеские крепыши будут заблокированы и никуда идти не смогут вот но тут не знаю так давайте наверное я аббин экстеншн удалю вот чтобы и попробуем поставить башню того поставить попробуем где-то вот здесь потому как по справке по башне по башне где у нас структуру того я посмотрел что здесь есть хилл а это восстанавливает так справки у нас написано удаленно атакует или лечит крепышей или восстанавливает структуры так то есть можно а то есть здесь в принципе независимо от любой объект комнаты но это надо пробовать опять смотрите вот действительно вот написано восстановление то есть 800 хит хитов жизни если расстояние меньше пяти и 200 если больше 20 это круто это круто значит принципе в принципе если меньше равно пяти посмотрите по идее можно удалить и просчитать 1 2 3 4 5 так еще раз 1 2 3 4 давайте вот здесь его и поставим вот здесь наверное вот так и запрограммируем логику то есть у нас это уже будет действие строение и котором мы будем смотреть рядом если крепыши или строение то есть в радиусе там 5 которые требуют восстановления если да то будем восстанавливать так тут у меня какая-то заминка а заминка произошла потому что это рабочие а у рабочих некуда носить ресурсы то есть у меня было таким образом то есть сейчас скриптах сделано то есть они для сначала добывают ресурсы потом они несут спауну если он заполнен они смотрят если экстеншенсы расширение несут на экстеншенсы если же экстеншенсов нету пусты не заполнен то они несут к таким строением как сторож или к контейнер вот то есть это все в скрипке есть я думаю вы разберетесь вот harvester вот мы ищем структуры экстеншен если нету там ищем контейнера и сторож вот хранилище так я так подозреваю на эту башню нужно будет тоже носить ресурсы да все-таки четвертый уровень был бы нам очень помог мы бы поставить поставили большое хранилище из этого хранилища все бы носили потому что когда большая толпа толпится возле ресурсов то это плохо они больше простаивают чем делают работы плюс у меня строители запрограммированы так что если есть если есть контейнер или это хранилище или контейнеры есть то они сначала идут контейнером выгребают оттуда ресурсы вот поэтому я контейнеры вот здесь ставил где-то и вот здесь и оттуда они выгребают и носят настройку вот чтобы опять таки не толпиться возле точек с ресурсами так сейчас у меня смотрите все рабочие стоят это нужно подумать может вы что-то придумаете чем их загрузить в тот момент когда все хранилища все экстеншенсы полны возможно ему можно добавить такое действие как тоже постройка вот или же восстановление восстановление каких-то строений наверное восстановление но это нужно думать это нужно пробовать каких-то строений дорогу я что-то не вижу смысла восстанавливать вот в общем это надо информация на подумать как и вам так и мне возможно у вас идеи будут то вы пишите в комментариях ну вот что еще у нас доступно у нас доступности на дорога экстеншенсы ram party сказал и контейнер вот здесь какой-то интересный пауэрспаун на восьмом уровне контроллера создает какой-то со специальной уникальной мощностью но до восьмого уровня нам очень долго там ресурсов нужно очень много так дальше что же по логике по моему скрипту то есть я же сказал есть частичное управление поэтому если вы будете тестировать мой скрипт ради интереса посмотреть то он у меня работать со спавном точка возрождения имя у которой с 1 все с другой и другим именем не работать только с одним спавном это раз второе частичное управление то что мы хотим построить мы выбираем и устанавливаем если есть не построенные строения и нету строителей то создаются строители и идут из строя по количеству в начале игры в начале игры самые главные функции вот я проверяю длину если она равна нулю то я ищу ресурсы вот и и и запихиваю в массив и смотрите каждый раз когда мы делаем какое-то изменение в скрипте и делаем сохранение все переменные которые есть вот здесь они ну то есть заново инициализируются то есть как только я нажму сохранение у нас произойдет что заново будет созданы вот эти проинициализируются перемены и sources опять будет равен нулю то есть массив будет пуст соответственно опять выполнится вот этот скрипт вот ну давайте посмотрим на примере консоль я сейчас очищу я делаю любое сохранение контроль с нажал и вот ну почему то два раза срабатывает но в любом случае у нас заново произошел поиск ресурсов вот ну и я возвращаю а я просто заполняю массив есть у меня функция get energy source которая по очереди то есть у меня создается крепыш я ему возвращаю айди ресурса с индексом 0 следующему крепышу возвращаю вот здесь видно то есть было бы три три точки с ресурсами то было бы 0 1 2 0 1 2 вот так проще раскинуть и ну разгрузить эти точки ресурсов вот и меня на комнату если мы выбираем комнату и там одна точка ресурсов то у меня создается три 3 harvester на эту точку вот сейчас это у меня в переменных есть вот три harvester на точку дальше два обгрейдера на одну точку ресурсов обгрейдеры тоже оттуда собирают ресурсы и два строителя два строителя соответственно две точки это четыре строитель строители у меня ресурсы я уже забыл строители а не сначала с этих выгребают со складников если нету ни одного склада то соответственно идут и собирают сточки вот ну практически все крепыши уже довольно таки мощные мне очень много могут нести вроде бы уже нет а вот какой-то мелкий есть 150 но видимо не хватило но у меня такой подход сейчас запрограммирую что я не ожидаю пока наполнится все extensions то есть насколько хватает энергии если нужно построить какого-то гребеша то я его строю вот ну что еще также свойства вот это было memory наделять какими-то свойствами крепышей вот этими свойствами можно наделять любой объект вот любое строение то есть у него есть memory такая штука но в принципе вы в этом справки всегда можете прочитать в принципе не любое только что уже вот смотрите memory memory . и какое-то свойство и добавляем для стены такого нету для башни тоже нету могли бы сделать вот но для спавна есть поэтому мы там можем хранить какие-то важные вещи вот в memory есть я там как раз и храню ID того ресурса который сейчас нужно отдать в данном случае memory source ID но дальше увеличил его следующий будет один и так дальше если больше то обнуляем но это понятно я думаю это не сложно вот и теперь что еще что еще но в принципе наверное все то есть и дороги есть стены стены ну возможно я сегодня основная проблема это нехватка времени вот возможно я сегодня сделаю добавлю роли если они будут простаивать если есть именно стены то они будут идти восстанавливать стены либо же носить на башню то есть в любом случае к вечеру сегодня или может быть завтра как у меня получится смотрите гитхаб ссылка будет и возможно там я добавлю обновленный скрипт но в целом логика сейчас у меня не очень нагружает сервер я правда не знаю как в онлайн мире будет но локально пока более-менее нагрузка не такая уж и большая есть мысли конечно же еще как-то упорядочить вот эти все состояния вот эти все состояния и возможно по четным тикам одни там функции выполнять по нечетным другие тут я еще не знаю то есть я тут в качестве эксперимента сейчас где-то 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 вынес когда есть простой когда какой-то из крепушей у нас простаивает сейчас а вот когда строители простаивают то я каждый нечетный тик из каждые два раза то есть не каждый тик а каждый второй тик ну ищу если не построенные строения вот дабы чуть-чуть разгрузить сервер немного это хоть и немного но разрушает данном случае среди опять у нас рабочие стали и стоят ну что можно сделать в принципе когда они стоят то можно пробежаться по крепышам найти самого хилова сделать ему суицид вот он умер и у нас сразу же видите опа создался новый крепыш уже с мощным телом и все ресурсы с extension cell с расширением джик автоматически снялись то есть теперь рабочие сейчас будут у них будет работа сейчас они начнут таскать ресурсы сюда так посмотрим вот создался крепыш уже гораздо с мощным телом вот поэтому я думаю я сейчас настрою еще extension cell то есть дострою и у меня будут создаваться крепыш еще мощнее вот 700 то есть не очень много будет носить это раз два три 4 5 250 раз два три 4 5 6 7 что 350 на 100 больше она не будет быстрее двигаться но это все меняется чем дальше я иду тем больше уже понимаю какую-то картина вырисовывается общая и и и и и и вот сейчас вырисовывалось то что у меня часто бывает простой рабочих ну точнее harvester значит надо сейчас подумать ну я думаю когда я уже дойду на локальном сервере до построек терминалов лаборатории ну не знаю ну короче до восьмого уровня контроллера дойду будут какие-то уже скрипты только после этого уже попробую выйти в онлайн посмотреть как же там люди живут вот поэтому наверное на сегодня все это кратенько я рассказал о том что у меня уже есть что работает вот какие-то нюансы возможно ближайшую недельку или две видео по крепышам не будет так как большая загруженность и нужно сделать обзоры чуть-чуть на другие еще вещи но следите за обновлениями на гитхабе и вот будет время там часик полтора то я что-нибудь там поменяю да и залью вот поэтому 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 всем спасибо за внимание то есть тот кто будет еще раз использовать мой скрипт помните точка спавна должна S1 называться и то что вы хотите строить вы четко выбираете и указываете где строить и ждете пока крепыши начнут это все строить советую сразу не создавать кучу строений потому что там разброс будет каждый крепыш может по одному строению строить это неэффективно лучше когда не толпой будет строить одно строение это будет быстрее вот ну ну все точки с ресурсами я уже говорил они восстанавливаются вот время до регенерации и регенерации соответственно с таким подходом как у меня три крепыша на точку два строителя два обгрейдера на точку с таким подходом у меня еще не заканчивались ресурсы предыдущие разы на старых скриптах было такое что точка была пуста и еще время довольно так там пару минут было до регенерации 60 секунд или 100 секунд вот и не стояли ничего не делали вот ну да ладно все всем спасибо за внимание подписывайтесь пишите советы комментарии вот всем пока за выбор за выбор за выбор Продолжение следует...